Дорогой наш Господь, благодарим Тебя, что мы имеем возможность сегодня вечером собраться здесь в молитвенном доме, чтобы слушать Твое Слово. Благослови, Господь, чтобы мы внимали тому Слову, которое Ты скажешь. Благослови, братьев, чтобы они передали Слово от Тебя. Благослови, чтобы наши молитвы, они были услышаны Тобой. И чтобы те вопросы, которые возникнут у нас в сердце, чтобы мы на них могли получить исчерпывающий правильный ответ. Предаемся в Твои руки, Господь. Слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Первый гимн общего пения Христос, надежда тех сердец. Первый, второй куплет и поем вместе. Третий поют с сестрой. Четвертый, братья. И пятый опять вместе. Христос, надежда тех сердец. Среди этой жизни на земле, который спас Святой Отец. Отец, надежда тех сердец. Отец, надежда тех сердец. Христос, надежда тех сердец. Христос, надежда тех сердец. Отец, надежда тех сердец. Хоть мир и хвалится собой, Своим умом гордится он, Но что весь мир перед тобой В своих глазах усилен он, Хвалиться буду я дворцом, Моим Спасителем Христом. Христос, надежда христиан, Всех континент, обих сестра, Две тысячи уж нет ведет, Он свой искупленный народ. И нет здесь силы, чтоб могла Нас отлучить от благ креста, Ни широта, ни долгота, Ни глубина, ни высота, Всех христиан Господь хранит, Для них Он всемогущий щит. Христос, надежда христиан, Всех континент, обих сестра, Две тысячи уж нет ведет, Он свой искупленный народ. Не надо строить башенам, Небес просторы покорять, Чтобы подняться в небеса, И там планеты созерцать. Христос, надежда христиан, Всех континент, обих сестра, Две тысячи уж нет ведет, Он свой искупленный народ. Следующее пение будет на английском языке. Christ alone. В третьем куплете на третьей строчке будет модуляция в новую тональность и будет фермата в конце строчки. Будьте внимательны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитров А. Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, мы имеем веру, мы имеем хорошее отношение, но важно еще и укрепляться в познании Бога, развиваться в познании Бога и здесь мы видим, что Павел имел желание и молитвы свои возносил Богу для того, чтобы, несмотря на те достижения уже, которые имели христиане чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего чтобы видеть сущность христианства, суть нашего Господа, силу и могущество Его Друзья, я уверен, что сегодня Бог будет говорить через Священное Писание к нашим сердцам и очень хорошо, если мы эту информацию воспримем сердцем и это нам поможет вырасти в познании Бога нашего Конечно, я понимаю, что я немного разочаровываю вас Вы ожидали здесь видеть спикеров других Геннадий Сергеевич здесь на месте Орлов брат еще в пути И я попрошу, не обращайте внимания, что перед вами Сергей стоит, который вам очень знаком Обращайте внимание на слово, которое будет читаться Для нашего размышления предлагаю поработать нам со второй главой притчи Я думаю, вас тоже беспокоит вопрос тот, что и меня беспокоит Почему сегодня христианство настолько слабо в искушении? Почему христиане сегодня в самых простых искушениях не имеют силы для победы? Это нас касается, друзья Не достает разума очень часто отличить от добра, от зла Очень много у нас сегодня серых зон различных появилось, где сложно различить, где добро, где зло Вы с этим согласны? Мы много спорим по одним и тем же вопросам, с добро это или зло И мы не приходим к общему пониманию Почему столько неправды среди детей Божьих, верующих? Я думаю, вы с этим сталкиваетесь Почему иногда радуются злу? Сколько лукавства, разврата Среди детей Божьих, которые знают Бога И падают, и спотыкаются И почему это все происходит? Почему мы сегодня настолько слабы? Я не буду, наверное, сравнение приводить в времена прошлые Конечно, и раньше проблем было Но даже не имея священного писания, люди больше знали писание Больше имели веры Сегодня у нас в доступе это все Но, тем не менее, нам это не так помогает Почему это все происходит? Конечно, ответ один нам священное писание дает Это дефицит страха Божия в жизни человека Дефицит Мы хорошо знаем тексты, может быть, даже писания Мы можем хорошо рассуждать логически над различными темами У нас в доступе много очень информации, христианской, поучительной Но, тем не менее, дефицит страха Божия присутствует в нашей жизни, друзья Я бы хотел, чтобы мы сейчас подумали о том Имею ли я страх Божий в своей жизни? Анализирую свое ухождение перед Богом, состояние его Притчи 9 главе, 10 текстом мы читаем Начало мудрости, страх Господень И познание святого, разум Начало мудрости, страх Господень Я думаю, вы этот текст очень хорошо знаете Мы его с детства учили Что есть производная страха, друзья? Конечно, понимание и осознание вещей Есть производная страха Мы боимся огня Почему? Потому что мы знаем, какие последствия огонь дает Можно обжечься Огонь может причинить большие убытки Огонь апатен Мы очень аккуратны, потому что мы знаем его сущность Мы знаем сущность скорости И боимся скорости Есть, конечно, отважные Но мы знаем, какие результаты скорость приносит Мы боимся закон нарушать Потому что мы знаем сущность его Мы знаем последствия, какие дает результат Я рассказывал нашим братьям Сестрам, наверное, молодежи делился Как я весной Вообще я очень аккуратно езжу за рулем Но этой весной я получил тикет за красный свет Вы знаете, я боялся законов американских Относительно вождения транспорта На сегодня я еще больше боюсь Потому что я уже знаю их сущность Осознание и понимание вещей Оно дает страх Порождает страх определенный Точно так работает и относительно страха Божия Не познав Бога Не понимая его сущности Откуда взяться страху? Если ты не знаешь Бога Не знаешь его характера Не знаешь его сущности Откуда взяться страхом? Познание Бога, оно не приходит само собой Просто сидел и пришло познание Бога Нет Познание и осознание Бога Его сущности Это работа Соломон в притче 2 главе 3 стихом Дает ответ Откуда берется страх Божий И мы над этим сейчас будем рассуждать Откройте Священное Писание 2 глава С 1 по 22 стих Мы над этим текстом в контексте посмотрим Первый вопрос Как приобрести страх Божий? Итак, с 1 стиха читаю Сын мой, если ты примешь слова мои И сохранишь при себе заповеди мои Обращайте внимание на все активные действия Которые необходимы для того, чтобы иметь страх Божий Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости И наклонишь сердце твое к размышлению Если будешь призывать знания И взывать к разуму Если будешь искать его как серебра И отыскивать его как сокровище То, то есть тогда Уразумеешь страх Господень И найдешь познание о Боге Ибо Господь дает мудрость Изус его знания и разум Что происходит сегодня? Как мы познаем Бога? Как мы познаем Его волю? Сегодня среди молодежи замечена следующая тенденция Это поверхностное изучение Священного Писания Каким образом мы учим Писание? Обратите внимание Примешь слова мои Сохранишь при себе заповеди мои Ухо сделаешь внимательным Наклонишь сердце к размышлению То есть анализу определенным Будешь призывать знания И взывать к разуму Если будешь искать его как серебра Тогда уразумеешь страх Божий Сегодня мы ищем следующим образом Поверхностное знание Писания Писание зачастую мы учим следующим образом Ютуб канал, да? Проповедники Какие-то выдержки, цитаты Красивые Может быть какой-то текст где-то прочитаем Вот это наше познание и учение Слова Божия На сегодняшний день Хочется верить в то, что здесь присутствует Немало молодежи, те, которые действительно Прилагают усилия к изучению Писания Открывая его каждый день Но зачастую так Поверхностное В лучшем случае из проповедей Здесь звучащих с кафедры церкви Во время служения Сегодня мы волю Божию познаем Через Google, да? Часто Пишем Хай, Google, да? Как Завевать в сердце мужчины Как Определиться в профессии И много как Как Много вопросов мы задаем через Google И таким образом получаем Познание В кавычках, да? В воле Божией Я думаю, с этим согласится молодежь Соответствующие результаты жизни Соответствующие Все чаще мы встречаем семьи, которые Распадаются буквально через месяц после брака Все чаще мы встречаем неустроенные жизни В сфере работы, материальной Все чаще мы встречаем людей, которые Неустойчивы вообще В хождении христианском Это результат Почему важно Иметь страх Божий Далее продолжим Возвращаемся к второй главе Почему это важно Следующий текст говорит Он сохраняет для праведных спасения Обратите внимание Связь предложений То уразумеешь страх Господний И найдешь познание о Боге Ибо Господь дает мудрость Из уст его знания и разум Он сохраняет для праведных спасения Друзья, нам Бог даровал спасение Через покаяние мы имеем спасение Благодаря жертве Иисуса Христа Но вопрос Кто сохраняет наше спасение Я? Свою праведность и своими достижениями? Страх Божий Сохраняет для праведных спасений Твое спасение Сохраняет страх Божий Если он есть в твоей жизни Он щит для ходящих непорочно Это защита Для ходящих непорочно Он оберегает Нет, не потому, что ты такой смелый И тебя Или ты так правильно, логически поступаешь И все действия продуманы И поэтому у тебя в жизни нет падения Нет Страх Божий Он щит для ходящих непорочно Он будет оберегать тебя Он охраняет пути правды И оберегает стезию святых своих Изолирует это искушение Создает определенные условия Охраняет Нет, не твоя прозорливость Не твое логическое мышление Страх Божий Будет охранять тебя Тогда ты уразумеешь Правду и правосудие И прямоту Всякую добрую стезию Будешь иметь страх Божий Уразумеешь Правду и правосудие Всякую добрую стезию Когда мудрость войдет в сердце твое И знание будет приятное В душе твоей Сегодня умных очень много Я не буду просить поднять руку То есть себя считает умным Я думаю, каждый в какой-то мере Считает себя умным Умных сегодня много Но вопрос Вот твои вот эти знания Они приносят ли тебе благословение в жизни? А здесь написано И знание будет приятно душе твоей То есть те знания, которые имеешь Они будут приятны душе твоей Не просто иметь багаж знаний Они будут приятны Если будешь иметь страх Божий Сегодня умных много Но насколько бесполезно Много их знаний Сколько приносят эти знания Проблем в семье И вообще в личную жизнь человека То наличие знаний и багаж Тогда рассудительность Будет оберегать тебя А разум будет охранять тебя Если будешь иметь страх Божий Часто наша логика Она заводит в тупики Скажем так В сложные вопросы Нашей жизни Наша логика Мы просчитываем на несколько шагов Наши действия Но часто Мы приходим к сложным ситуациям Здесь написано Рассудительность будет берегать тебя Разум будет охранять тебя При наличии страха Божия Как его приобрести Мы читали выше Дабы спасти тебя От пути злого От человека говорящего ложь От тех Которые оставляют стези прямые Сегодня удивляет Насколько христиане Последнего времени Доверчивы Всякой ложной информации Удивляясь Насколько искренне люди верят Всякой ложной информации А это говорит об отсутствии Страха Божия Начиная от сетевых маркетингов И заканчивая просто обман И этому люди верят И на это люди клюют И на эти люди падки Отсутствие наличия страха Божия И они не могут разобраться Это ложь или нет Воспринимают за чистую монету Сохраняя от злого От человека говорящего ложь От тех, которые оставляют стези прямые Чтобы ходить путями тьмы От тех, которые радуются, делая зло Восхищаясь злым развратом От тех, которые Оставляют стези прямые Сегодня мы наблюдаем, что очень часто Люди верующие Или бывшие верующие Имеют такое неустойчивое состояние Они ходят От одной церкви к другой церкви Их постоянно по жизни заносит То там проблемы, то там То там неустройства какие-то И нет такого стержня, нет конкретного стержня В жизни вообще понимания Христианских принципов и сути христианства Их просто носят по жизни Отсутствие страха Божия От тех, которые оставляют стези прямые И за такими идут Которые радуются, делая зло Восхищаются злым развратом Которых пути кривые И которые блуждают на стезях своих Нет стержня в жизни Нет конкретной цели Все Непонятно Следующее Дабы спасти тебя от жены другого Друзья, я думаю, вы согласитесь с тем Что на сегодняшний день Среди христианской молодежи Замечено, что идет очень Большой спад Вообще вопросов целомудрия Очень много падений В этой сфере Среди христианской молодежи Всяких блудодействий И тому подобного Почему? Отсутствие страха Божия Дабы спасти тебя От жены другого И это делает И это работа Страха Божия И его наличие в нашей жизни Результат благословенной жизни Тех, кто имеет страх Божий Вот следующие тексты Посему ходи путем добрых И держись стезей праведников Потому что праведные будут жить на земле И непорочные пребудут на ней А беззаконные будут истреблены с земли И вероломные искоренны из нее Друзья, очень важный момент В жизни нашей Христианской Наличие страха Божия Очень важно Если вы хотите иметь твердые позиции христианские Если вы хотите возрастать в вере Если вы хотите иметь победную жизнь Страх Божий должен Обязательно присутствовать в вашей жизни Как его приобрести Мы прочитали ранее Начало третьей главы Принципы Жизни человека Который имеет страх Божий Сын мой Наставления моего не забывай И заповеди мои Дохранить сердце твое Ибо долготы дней Лед жизни и мира Они приложат тебе Милость и истина Да не оставляют тебя Обвяжи ими шею твою Напиши их на скрижаль Сердца твоего И обретешь милость и благоволение В очах Бога и людей Надейся на Господа Всем сердцем твоим И не полагайся на разум твой Во всех путях твоих познавай его И он направит стези твои Не будь мудрецом в глазах твоих Бойся Господа И удаляйся от зла Друзья, на этих словах Я хочу закончить это краткое слово Я понимаю, что нам для победной жизни Крайне необходим страх Божий в нашей жизни Для того, чтобы направиться К приобретению страха Божия Нужно убрать некоторые моменты своей жизни Какие, какие мы прочитали в последних стихах Не будь мудрецом в глазах твоих Бойся Господа И удаляйся от зла Пусть Бог благословит нас в жизни Чтобы наша жизнь В нашем хождении христианском На начале христианского пути Была победной Чтобы мы не были слабы При малейших искушениях падая Пусть Бог в этом благословит Давайте помолимся, друзья Попросим Бога сил, чтобы Бог давал нам Иметь победную жизнь И приобретать страх Божий Через его святой плод Господи, я сердечно благодарю тебя За слова, которые доставлены в книге притчи Для нас Благодарю за это назидание За эти указатели Помоги иметь мудрость Помоги через твое святое слово Познавать тебя Приобретая этим страх перед тобой, Господи Помоги нам в нашем хождении Иметь победную жизнь Над теми искушениями, которые встречаем мы ежедневно Благослови нас каждого здесь присутствующего Аминь Я верю в Иисуса Он цель моей жизни и свет Я верю в Иисуса Прекраснее имени нет Я верю в любовь В великую Божью любовь И наше спасение Прощение наших грехов Моя радость Моя радость лишь в нем Мое счастье Мое счастье лишь в нем Только в нем Моя сила Моя сила лишь в нем Только в нем Я верю в Иисуса и помню, как нежно Он знал. Спасение и счастье Господь даром мне предлагал. Назов этот чудный, Спаситель услышал ответ. Ты Бог мой единый, Другого воистину нет. Моя радость, моя радость лишь в нем, Мое счастье, мое счастье лишь в нем. Моя сила, моя сила лишь в нем. Только в нем, только в нем, только в нем. И вот мое сердце наполнило радость о том, Какое же счастье быть близком в общении с Христом. Хочу я, чтоб люди могли это все увидать, Душою и сердцем Спасителя верой принять. Моя радость, моя радость лишь в нем. Мое счастье, мое счастье лишь в нем. Только в нем, моя сила, моя сила лишь в нем. Только в нем, только в нем, только в нем. Хорошо. Я хочу немножечко коснуться как бы этой темы, Которую Сергей поднял, она очень важная. В чем я вижу важность? Ну, во-первых, то, что страх Господен, Это не просто боязнь, боязнь, которая парализует человека, Боязнь, которая делает человека абсолютно неспособным правильно мыслить Или как-то поступать. Я думаю, мы все испытывали страх, который нас парализует Или лишает возможности правильно мыслить ситуации. Вот я так думаю, что очень важно для каждого из нас Больше узнавать о Боге и вообще. Вот сейчас Сергей говорил о страхе, Там раскрываются определенные пункты, Что это оказывается значит. И я думаю, что для нас очень важно изучать ту инструкцию, Которую для нас оставил Бог. Вот эта инструкция, это Слово Божье, В ней как бы написано все, Что нужно сделать, чтобы мы были счастливы. Вот я так думаю, как бы в общем сказать. Человек будет счастлив, Когда он правильно воспользуется то, Что оставил Бог для него. И это нужно прочитать, это нужно знать. И отсюда исходят определенные действия, Отсюда исходят наши поступки. Я не с самого детства покаялся, И как бы рос не в верующей семье, Вот как вот вы сейчас живете, И ваши родители верующие, И вы много знаете. Я знал только одно, что есть Бог, И что когда-то мне придется отвечать за все дела. И вот когда я видел иконы, Вот у православия, у католиков, у православных, Есть определенные образы. И вот когда я видел там эти лица, Они для меня были недобрыми, Потому что они так строго смотрели, И я чувствовал, что я виноват. Вот я очень быстро старался мимо них пробежать, Чтобы не встречаться с ними взглядом. Вот мое понимание. Слово Божьего я не знал. Вот и этот страх, он как-то был, наверное, Ну как бы только чувство вины оставалось. А вот когда я услышал о том, Что оказывается есть Бог, который прощает, Есть Бог, который может простить меня, грешника, И я это понял, То первое, что я сделал, Это вначале я покаялся, Я искренне покаялся. Я очень хотел, чтобы Бог меня простил. А потом я взял эту инструкцию, Слово Божье, открыл, И Господь стал мне открывать. Оказывается, тут все есть для жизни. Все абсолютно. Любой вопрос, который вы хотите поднять, Любой вопрос вы найдете ответ там. И вот тогда я понял, Что у меня неправильная жизнь. Я тогда понял, что у меня неправильная работа. Я понял, что у меня неправильное общество, Ну как бы круг общения моего неправильный. И здесь я уже делал шаги, Которые соответствовали тому, Что я прочитал. Вот одно дело покаялся, Одно дело попросил прощения, Одно дело, как бы Бог меня простил. А второй момент, Я теперь начинаю, что же дальше делать? Ну я покаялся, вот. Я теперь буду приходить, Просто сидеть или что. И вот когда я стал читать, Оказывается, там столько этих моментов, И мне пришлось работу оставлять, Одну, мою такую работу, Она не христианская была работа. И вот когда меня спросили, Почему ты не хочешь дальше работать? Я просто сказал, Мне не разрешает Бог. Ну вот представьте себе, Годы только-только, Вот свобода началась, С начала 90-х годов. И я вот такое говорю, Мне не разрешает Бог. Им непонятно. А мне все понятно. Почему? Потому что читаю слово. Исследуйте священное писание, Читайте, вникайте в него. Вы поймете, что можно делать, Вы поймете, что нельзя делать, Чего Бог хочет, Чего Он не хочет, Что Он любит, За что Он будет благословлять. Ну а где-то, может, вы поймете, Что ваши действия, Они не такие правильные, Чтобы получать благословение. И это очень важно, Потому что в этом источник жизни, И в этом наше благословение, И счастливая жизнь. Давайте мы еще раз споем. Валера, у нас еще есть возможность петь, Потом Геннадий Сергеевич Будет говорить свою тему. Очень бы хотелось, Чтобы вы откликнулись, И написали нам сюда вопросы, Чтобы мы могли передать. Почему? Потому что ваши вопросы, Это наше общение. Иногда бывает, Спикер говорит слово, И он даже не может понять, В общем, насколько его понимают. А бывает, что ваша тема, Как бы ваш вопрос, Это целая тема, Это крик души. Очень важно. Для многих порой бывает. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Войте статчер. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry. Everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Oh, what peace we often for take. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry Everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Who will all our sorrow share? Who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Дорогая молодёжь, мир вам всем. Я очень рад быть на вашем общении и хочу прочитать один текст Святого Писания, который записан в Евангелие от Иоанна, 4 главе. Я прочитаю 23 текст Евангелия от Иоанна, 4 глава, стих 23. «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Мои дорогие друзья, последний раз мы с вами встречались в ноябре месяце, в семнадцатом году. Я был в вашем лагере. Может быть, не все присутствовали, которые сейчас находятся на этом молодёжном общении. Лагерь проходил в лесу, на вашей базе. И я там проповедовал. Слово было моё о служении Богу. Я тогда прочитал текст Святого Писания из послания апостола Павла к евреям. Из девятой главы я прочитал два стиха. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телится через окропление освещает осквернённых, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который духом святым принёс себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел для служения Богу живому и истинному». Я говорил о служении Богу. Я сегодня продолжу эту тему. Служение Богу живому и истинному. Совесть нашу Господь очищает для спасения. Никто с нечистой совестью спасение не увидит. Поэтому кровь Иисуса Христа пролита для нашего спасения. Это в первую очередь. И кровь Иисуса Христа пролита для служения. Я говорил о том, с чего начинается служение. Я просто освежу в памяти, потому что я буду продолжать говорить на эту тему. С чего начинается служение? И я говорил о самом главном, самом видном, самом необходимом служении. Это служение, которое начинается в моём сердце. Это моё отношение к Богу. Я тогда обозначил эту тему. Богопочитание и Богопоклонение. Это была одна из моих тем. Вот что значит служить Богу в сердце, в мыслях. И это самое главное. Потому что если я стою за кафедрой, а совесть моя нечистая, если я осквернён, если я живу во грехе, а что толку, что я стою за кафедрой? Что толку? Рано или поздно Бог обнаружит моё внутреннее настроение, мои сердечные намерения. И, может быть, уже здесь суд совершит на земле, для того, чтобы меня остановить в моих греховных помышлениях, желаниях и тому подобное, для того, чтобы спасти мою душу. А может быть, и не сделает этого. Служение начинается в сердце. Моё отношение к Богу. Как я его чту в моём сердце? Как я ему поклоняюсь в своей комнате за закрытыми дверями? Вот с этого начинается служение. Не с кафедры, и не с собрания, и не с места, где расположен хор. Оно начинается в моей личной комнате. Я об этом говорил тогда в молодёжном лагере. Следующее служение – это выполнение Его заповедей. Это самое главное. Первое – моё почитание Бога. Второе – это выполнение Его заповедей. Иисус Христос исполнил все заповеди. И заповеди Его не тяжкие. Писание говорит. Я только повторяю короткие мысли из моей проповеди. Потом служение в молитвенном доме. С чего оно начинается? Как оно продолжается? Чем заканчивается? Это уже следующий этап. Потом служение людям – это тоже служение Богу. Как я служу ближним своим, братьям своим и вообще людям? Потом служение, связанное с материальным таким планом – это когда я могу своими средствами помогать ближнему. На самом деле я служу Богу. Я приводил такие тексты Святого Писания, вспоминал таких женщин. Их было несколько. Женщин, которые были бесноватые. Это Мария Магдалина, это Сусанна. И ещё одна женщина – Анна, которые были бесноватые, которые Христос исцелил. Написано, вот Сусанна – это жена Хузы, домоправителя Ирода. Вот, написано – они ходили за Христом и служили Ему имением своим. Вот это очень важная часть служения. Писание очень много говорит об этом важном труде. Вот я называл таких пять или шесть пунктов служения Богу. Сегодня я продолжаю мою тему. Я прочитал текст Святого Писания уже из Евангелия от Иоанна. Вот здесь Иисус Христос сказал, что время настало, когда истинные поклонники, поклонников будет очень много. Люди будут кланяться на всей земле. Христос говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Тогда кланялись, и сейчас кланяются. Люди будут поклоняться Отцу. Определённое количество людей. Вот они будут поклоняться в Духе и Истине. Вот таких поклонников ищет себе Господь. Так вот, сегодня служение будет связано с нашим поклонением Богу. Молодёжь, дорогая, вот я совсем был недавно таким, как вы. Я был руководителем молодёжи. После того, как я покаялся, прошёл какой-то период времени, я очень любил с молодёжью быть, общаться, проповедовал с молодёжью. Вдохновлял молодёжь, сам вдохновлялся. И до сих пор люблю общаться с молодёжью, молодёжь люблю. Но мне уже 62, скоро будет 63. И у меня большая семья, и у меня 27 внуков. Вот, и чем старше я становлюсь, тем больше я тревожусь. Я когда был таким, как вы, меня почти ничего не тревожило. Время было сложное, были гонения очень сильные. Наши братья, многие сидели в тюрьме. Вот, меня рукополагали на благовестника. Это был 83-й год. Это было много лет назад. Вот, я был совсем ещё молодой. Мне чуть побольше 25 лет было. И меня рукополагали, потому что некому было совершать служение. Все наши братья были брошены в тюрьмы. Все наши служители оказались в тюрьме. Я принимал вот служение совсем молодым. Собрание проходило у нас в Петербурге в лесах. Вот, приходилось организовывать собрание. Мало было опыта. Ну, я не боялся ничего. Я был человеком смелым. Вот, и вдохновлял людей. И когда меня арестовали, у меня не было никакого страха. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я уже постарел. И у меня сейчас гораздо больше страха, вот, чем когда-либо я его испытывал. И больше переживаний за всех, за своих детей. У меня все дети верующие. Уже несколько моих сыновей, они рукоположенные. У меня это нисколько не, знаете, так... Чтобы я от этого испытывал величайшую радость. Нет, я испытываю радость. У меня большая тревога. У меня большая тревога. У меня большой страх. Господи, смогут ли? Выдержат ли? Я переживаю за своих внуков. Вот они еще не понимают, что их ждут. Я приезжаю в Петербург, они бегут ко мне гурьбой. Меня очень любят внуки, я их очень сильно люблю. Вот, и они бегут ко мне. Я их поглажу по головке. Они лезут ко мне на коленки, все. И мальчики, и девочки. Я всегда что-нибудь им достану с кармана. Вот, и я думаю, какие хорошие дети. Какие хорошие... И они не знают, что их ждет. Они не знают. Они радуются жизни. Они радуются солнышку. Они радуются и той свободе, в которой мы сейчас живем. Они всему радуются. Они беззаботны. Они не знают, что их ждет. И я знаю. Я знаю, что ждет моих детей. Вы знаете, когда рукополагали моих сыновей, конечно, я испытывал радость. Я благодарил Бога. Мне это очень приятно. Я по духу понимаю, как это хорошо. Но я видел, и дети мои радовались. Но они не знали и не знают еще, что их ждет. И с чем это связано? Служение Богу. И какой натиск они будут испытывать в своей жизни. Сколько им придется пережить искушения, которые других не постигнет. Они этого не знают. Знаю я. Знаете, почему? Потому что я имею уже опыт жизни. Опыт жизни. Я знаю, что ждет людей. Молодежь, я знаю, что ждет вас. И не только я. Вот братья здесь сидят. Они тоже знают, что ждет вас. Вы еще этого не знаете? Вот. Вы все радостные. Вы так хорошо поете. И дай Господь вам еще более радостно петь. Вот. Но вы еще не знаете, сколько вас ждет искушений. Сколько вас ждет трудностей. И все ли дойдут до неба? Вот вопрос. Я хочу сказать, дорогая молодежь, что такого сытого времени, такого благополучия, в котором сейчас живем мы, не знала земля. Не знала. В поте лица будешь есть хлеб твой. Да. Земля проклята от начала. Адаму было очень нелегко. Мы думаем, что тогда было так хорошо, так благополучно. Ему было не так легко. Жизнь была очень нелегкой всегда. Но мне кажется, такого материального изобилия, который сегодня мы имеем, вы знаете, не знала земля. Никто так не питался из народов, как люди последнего времени. Никто так не одевался. Раньше одежонку, знаете, как дорожили одежонкой? Сегодня чуть что запачкалось. Мы выбрасываем, даже не смотрим. Вот. Никто так не одевался, как сегодня одеваемся мы. Закончится наше молодежное общение. Вы радостные, довольные, сытые, хорошо одетые, причёсанные иногда до неузнаваемости. Выйдите с молитвенного дома, ну, прекраснейшего, где так хорошо дышится, и нам и не холодно, и не жарко. Вы сядете в ваши роскошные автомобили, включите музыку, какую вам нравится. Если вам холодно, вы тепло моментально сделаете в машине, или если вам жарко, вы тут же сделаете прохладнее, у вас удобная обувь. Вы придёте домой, вам приготовить пищу – это просто пару пустяков. Когда такое было во Вселенной? Когда такое было? Мы не знаем, что такое голод. Мы не знаем, что такое достать одежду себе. Мы не знаем, что это такое. Мы сегодня живём в самое благополучное время, когда какое-либо было на земле. У нас только слуг дома, и стиральные машины, руки только вот кранчику поднёс, и водичка течёт, и холодненькая, и горяченькая. Все удобства, все удобства. Иди, выдаёшься, зайдите в магазины, да вы там часто бываете, чего только не продаётся. Когда это было на земле? Никогда. И мы живём с вами в самое страшное, в самое опасное время, какого никогда не было. Никогда. Вот это самое опасное время. И Христос об этом времени предсказал, какое оно будет сложное. Об этом говорили апостолы. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Нет, не потому, что у нас одежды не будет хватать, что мы с вами будем голодны. Нет, нет. Будут другие опасности. Будут другие переживания. Будут такие искушения, которые не были никогда во Вселенной, которые будут в последнем времени. И скоро будет ещё хуже. И Писание говорит, если бы не сократились те дни, вообще бы никакая плоть не спаслась. Вот такое время нас ожидает. И кого-то оно может достигнуть. Поэтому, молодёжь, дорогая, вот сегодня мы слышали о страхе Божьем и о том, что сегодня в христианстве какая-то такая прослабленность, равнодушие и всё проще. Зная вот о всех опасностях, которые сегодня есть, мне хочется о них сказать. Предупредить вас. Я предупреждаю своих детей. Я учу своих детей. Вы знаете, вот Иисус Христос наперёд своих апостолов предупреждал об этом времени, в котором мы сегодня живём. Он своих предупреждал апостолов. И они, когда говорили об этом, спрашивали Иисуса Христа, «Господи, ну какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Вот мы сейчас это ожидаем. Какой признак? Вы знаете, что сказал Христос на это? В первую очередь. Это самое главное Он сказал. Самое главное. Он потом будет говорить, какие будут явления. Это не так имеет большое значение. Он им сразу сказал, берегитесь. Берегитесь. Чтобы кто вас не пролистил. Вот это время очень опасное, потому что себя надо сберечь. Вы берегите себя. Вас будут обольщать. Вот в этой обстановке, вот такой расслабленной, когда мы такие сытые, мы уже не знаем, чего мы хотим. Не знаем, чего мы хотим. Уже. Как легко впасть в искушение. Молодёжь, дорогая, а мы с вами призваны служить Богу. Я вам хочу сегодня сказать, что мешает нам служить Богу. Почему мы с вами такие бываем слабые? Почему мы не имеем страха Божьего? Почему мы не можем поклоняться Богу, как должно? Я вам скажу. И вы, может быть, в себе это заметите. Причина, которая нам сегодня мешает служить Богу. Причина, которая нас сегодня разобщает с Богом и друг с другом. Мы можем быть вместе, но мы по духу можем быть не вместе. У нас нет порой общения в духе. Есть причина? Конечно, есть. Друзья, дорогие, и мы живём вот в это сложное время, лукавое время. И вот Иисус Христос нас серьёзно предупреждал. И через своих апостолов об этом говорил. Что нас разобщает со Христом, что нам мешает служить Богу, что нас разобщает друг с другом, и что нас может загубить. Есть, вы знаете, основополагающие заповеди. Они были в Ветхом Завете, и есть основополагающие заповеди Нового Завета. Давайте мы сначала поговорим, если у нас будет возможность, мы поговорим об основополагающих заповедях Нового Завета. Но мы будем начинать с Ветхого Завета, друзья. Просто на примерах, библейских примерах я вам покажу, что мешало народу Божьему иметь единство с Богом, разобщало с Богом, и губило народ. Сегодня это тоже самый сегодня распространённый, самый сильный грех, самый страшный грех против Бога, против друг друга, который уходит корнями глубоко в Древность, Ветхий Завет. Вы знаете, что это за грех? Это идолопоклонство. Давайте мы посмотрим одну из основополагающих заповедей Ветхого Завета. С чего начиналось вообще десяти слове, или с чего начинались заповеди, те, которые Господь определил для народа своего. Я читаю книги из книги «Второзаконие», пятая глава, седьмой и десятой стихи, но я всё читать не буду. Одна из первых и наиважнейших заповедей в Ветхом Завете, слушайте, какая была, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения. И я Господь Бог твой, проливнитель. Да не будет у тебя никаких богов». Может быть, это относится только к Ветхому Завету? Нет. Друзья дорогие, давайте мы посмотрим на некоторые тексты Святого Писания из Нового Завета. Апостол Иоанн пишет в своём послании «Дети мои, храните себя от идолов». Вы знаете, за что будет судить Бог сегодняшнее или нынешнее современное человечество и христианство тоже? за самый страшный грех Ветхого Завета. Это за идолопоклонство. Суды Божии обрушатся на землю за идолопоклонство. Такого идолопоклонства, которое сегодня существует в мире, не было во Вселенной никогда. Никогда абсолютно. На сегодняшний день самое страшное идолопоклонство по всей Вселенной. И суды Божьи будут в наказании людям больше всего за этот грех. Вообще он очень страшный. Я сегодня о нём буду говорить. Мы читаем в Откровении Иоанна Богослова 9 главе «Прочие же люди, которые не умерли от этих яств и не раскаялись в дела круг своих так, чтобы не поклоняться бесам». Вообще это страшно. Мы иногда думаем бесам поклоняются сатанисты. Те, которые сатанисты служат. Я встречал таких людей. Мне исповедовались некоторые. У нас есть сестра, одна член церкви, она говорит, «Геннадий Сергеевич, вот видите мои руки? Я вскрывала свои вены и контракт с сатаной подписывала. Я продала свою душу. Она так пришла к нашу церковь. Мне есть возможность спастись». Она сейчас член церкви. Мы совершали молитву, она отрекалась от этих связей. Ко мне подошёл один молодой человек, он попал на собрание, прибежал. Мне, говорит, Геннадий Сергеевич, сейчас осталось очень мало джить времени. Меня скоро сатана заберёт. Я продал свою душу. Как я не... Я знаю, что это такое. Как я не хочу? Вы можете мне помочь? Безумец. Ему чуть побольше 20 лет. Он также продал свою душу сатане. Мы иногда думаем, что вот такие люди, вот они сатане слушают, они бесам слушают. Вы знаете, поклонение бесам масштабное, масштабное к христианстве. Так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, и каменным, и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись. Вот видите, бесам поклоняются, и они не каются. Каются. Какое ужасное осуждение ждёт людей. О каком времени это говорится? О нашем. О нашем с вами. Вот мы сейчас плотно и подходим к этому времени. Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Это говорил наш Господь Иисус Христос. Сегодня очень страшное время, и вам, сытым, моим друзьям, хорошо одетым. Как хочется сказать и предупредить вас, где есть опасность, чтобы вы её увидели и сохранили свою душу. Сберегите души ваши. Спасай душу свою. Когда-то говорили ангелы, вот, лоту. Но жена не спасла душу. Жена не спасла. Беги без оглядки, не смотри на Содом. Там сплошное дало поклонство. Беги отсюда. Нет, повернулась. Она душу не спасла. На сегодняшний день этот соляной столб вы можете посмотреть. в Израиле я был у этого соляного столба. Смотрел на этот силуэт. Но так говорят, что это она. Туда даже ортодоксальные евреи приезжают посмотреть. Я сам видел, как там они проводят свои какие-то мероприятия. Приехать посмотреть на этот соляной столб и жена лота. Вот, как памятник оставлено своей непокорности и непослушании Бога. Она душу не спасла. Спасай душу свою. Молодежь дорогая, как вам надо хранить свои души. Как вам надо. Вот идолопоклонство. Давайте мы посмотрим, что оно из себя представляло и что это вообще такое. Значит, это была основополагающая заповедь Ветхого Завета. Вот с этого должно было начинаться служение Богу. Вот, вы знаете, что эта заповедь, она нарушалась на протяжении всего времени. Вот это заповедь. И если вы внимательно изучаете Ветхий Завет, вы узнаете и увидите или уже видите, кто внимательно изучает, что больше всего народ страдал и Бог его наказывал только за идолопоклонство. Больше всего. Там, где люди начинали уклоняться в идолопоклонство, они забывали Бога. Нет, они Бога в разуме имели. Они имели, они понимали, что есть всемогущий Бог и все прочее. Но они почему-то к идолам. Они идолов, что, как посредников считали? Да нет, не посредников. Нет. Они знали Бога как бы разумом. Они ему служили заповеди, хорошо знали, но идол с собой носили. Давайте посмотрим, что происходило в народе Господнем, в израильском народе, в Божьем народе, который принял закон прислужения ангелов. Так потом скажет Стефан. Вы приняли закон прислужения ангелов. Слушаем. Третья книга царства. И взяли они тельца и проготовили его. И призывали имя Ваала от утра до полудня. И говорили Ваалли услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа и тому подобное. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьем так, что кровь лилась по ним. Вообще страшное безумие. Нам трудно представить эту картину. Но вроде как в наши дни так мы думаем, так не делается. Это как сказать. Не делается. Вы чувствуете, что люди становятся не совсем нормальными, когда они совершают определенный обряд идолопоклонства. Они входят в экстаз. Этот экстаз начинает сопровождаться не просто какими-то определенными жестами. Они достают ножи и колют себе. Они не чувствуют боли. Они еще в больший экстаз входят. Вот этот ритуал от утра до вечера прыгать, орать диким голосом. А или смеются они, вы еще громче кричите. Они себя копьями начинают колоть. Представьте себе, это же настоящее оружие. Кололи себя так, что только держишься, кровь лилась. Струи крови текли. Представьте себе, это ужасное безобразие, а люди входят в эту ситуацию в восторге. Они испытывают эффект, они наслаждаются. Вы знаете, когда шаманы, вот у нас там север есть, где живут ненцы, я там часто бываю, проповедую шаманы. Вы, может быть, об этом слышали, когда они под звуки бубнов начинают пляски, танцы, они приходят в такое состояние, вот, когда на них со стороны смотришь, можно в ужас прийти, если ты нормальный человек, вот, но кто находится рядом, вдруг начинает на него что-то влиять, он входит в это состояние и начинает в такт что-то делать, как бы непроизвольно, и вдруг начинает ощущать чувства, которые не ощущал вчера и, может быть, полчаса назад, и он уже не может себя контролировать, что-то с человеком происходит, вот они с утра до вечера и кричат ваали, вообще картина ужасная, читаю книгу Даниила третья глава, это языческие народы, ну, есть что подобное, в то время, как услышите звук трубы, сфирелей, цитры, и цивницы, и гуслей, и симфоний, и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, это Новходоносор, истукан красивый, вы чувствуете, что собраны люди весьма способные, которые расположены у этого истукана, люди, которые будут сейчас располагать к поклонению, к жертвоприношению, музыкальные орудия, сейчас будет такой грохот, сейчас будет такое мастерское произведение искусства на музыкальных орудиях, и люди будут все захвачены. Кстати, часто сопровождалось идолопоклонство музыкальным сопровождением, это располагало людей кланяться, и они входили в определенный эффект, в определенный экстаз они входили. Часто идолопоклонство выражалось таким образом, слушайте, это в народе Божьем, подчеркиваю, в народе, у которого были заповеди, да не будет у тебя никаких богов, первая заповедь, которую нарушали, я еще раз говорю, на регулярной основе, всегда. Но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя через огонь. Это пророк Иезекииль пишет в 16 главе, ты сыновей моих заколала и проводила через огонь. Вы знаете, это не так просто, вот раньше так, ну я даже как-то раньше представлял, через огонь провести, это определенный обряд, как бы перепрыгнуть через огонь, но такое язычество было на России когда-то, прыгали через огонь. Это тоже определенный ритуал, это тоже определенное поклонение бесам, выражено в такой форме, но здесь не об этом огне речь идет, это обыкновенное сожжение детей, их просто сжигали. Вот кому их приносили? Бесам. Кто приносил свои родители? Кого? Сыновей своих. Бог их называет это мои сыновья, они приносили их бесам. Книга Закиля 23 глава И когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его, вот так поступают они в доме моем, вообще кошмар. только что принес своего ребенка в жертву, потом идет в храм, в святилище и поклоняется Богу. Это я подчеркиваю, это в народе Господнем делалось, это не среди язычников, в народе Божьем. Какой ужас! Вы знаете, даже такие великие люди попадали под влияние того, что происходило. вообще когда я начал повнимательно изучать всю эту тему, я прочитал текст, очень много текстов Святого Писания, я сегодня не буду все вам читать, вот, я поразился, знаете, чему? Насколько Бог оказывал милость народу своему при всем вот этом массовом идолопоклонстве. Я удивлялся, я сейчас удивляюсь, благости Божьей и милости его, он до сих пор еще терпит. Вот смотрите, третья книга царств, 11 глава, 7-8 стих. Тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Аммонитской и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал Соломон для всех своих чужестранных жен, которые приносили жертвы своим богам. Как понять? Мудрейший царь, Соломон, благословенный Соломон, но он сделал рукавую ошибку, он сделал то, что нельзя было делать, он взял чужестранный жен, а вот это закон не разрешал. Что они сделали? Научили его, склонили его сердце, и он к старости не был таким преданным богу. И он для них, так бы снисходя, нет, он не сам, это он для них. Соломон этого не делал, он для них это сделал, но вы хотите, ну постройте вот себе разрешил, а может бы даже и работников направил, вообще это делал Соломон, но не сам, его работники, для кого он это сделал, но своих жен ублажить, радость им такую подарить. Посмотрите, кому они сделали жертвенники, кому они кланились, Молоху и Хамосу. Давайте посмотрим, что такое за Молох. В принципе, вы можете открыть словарь хотя бы Нюстрим или другие словаря и прочитать, кто такой Молох. Молох это отвратительный идол с громадной бычьей головой, это бык с большой бычьей головой, с человеческими руками, с открытым чревом, он бедный и он был ужасный на вид, можно было бы даже вам показать, что он из себя представляет, на него даже страшно смотреть, на эту страшную бычью голову с открытым чревом, которая раскалялась до бела огнем и туда бросали детей. Вот этот ритуал совершался в Египте. Вот этот Молох это самый распространенный бог, вот он считался богом плодородия, богом благополучия, богом счастья, и вот если ты хочешь быть благополучным, если ты хочешь, чтобы земля твоя была плодородной, неси своих детей. А каких приносили детей лишних? Вы знаете, как регулировалась население в Египте, как планировалась семья посредством этого Молоха. У меня родился ребенок, который не даст мне жить благополучно. Работать надо, деньги зарабатывать, а тут ребенок, куда его? Молох есть, Молох, он мне поможет быть благополучным. и Молоху. Кидали живых детей. Знаете, как кидали? Кидали под звуки музыкальных инструментов, так, чтобы заглушать крик этих несчастных детей, которых тысячами сжигали в очреве этого быка, этого Молоха, ужас, с ужасной быщей головой, тысячами. Хотим жить благополучно, хотим быть сытыми, хотим быть одетыми, а детки мешают. Население Египта не так быстро росло, евреи этого не делали никогда, но они видели хорошо, как это все делается. И они весьма расплодились, и за 400 лет их становилось больше, чем в Египте. И тогда затревожился царь египетский фараон, они становятся сильнее нас, перехитрим, надо, чтобы, они же своих не носят, деток, Молоху, будем убивать, будем убивать. Вообще, это страшное дело, друзья. Вот Молох, вот этот страшный истукан, вот, которому приносили детей, пройдет время, Бог выведет народ свое из рабства египетского, и они пойдут по пустыне, и Бог даст на горе Синае им заповеди, и первый заповедь будет, да не будет в себя других богов. И, как я уже сказал, что на протяжении всего времени эта заповедь регулярно будет нарушаться. Вы знаете, что скажет Стефан вот тем людям, которые арестовали его вот там, в Иерусалиме, и он произнесет такие слова, мы об этом читаем, Деяния святых апостолов, жестоковыны люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились духу святому, как отцы ваши, так и вы. И он там упомянет такие слова, вы приняли Скинию Молохову и звезду бога вашего Римфона, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, когда это было сделано. Вот, дорогие друзья, идолы оказываются настолько живучие, что диву даешься. Что такое Скиния Молохова? Это же он говорит израильскому народу, вы приняли Скинию Молохову и звезду бога вашего Римфона и изображение, которое вы сделали. Скиния это шатер. Вот удивительно, друзья дорогие, но если мы внимательно будем изучать Библию, то на протяжении всего времени сколько шел Израиль по пустыням сорок лет. Его сопровождала Скиния Молоха. Это шатер. Нет, было Скиния, которую сделал Моисей. В основном туда ходили все поклоняться, но была и Скиния Молоха. А кому-то хотелось продолжать то, что они уже начали делать в Египте. А кто это? Это пришельцы, которые обнаруживали прихоть. Это и израильтяне, которым нравился Молох. Хочу жить благополучно. Молох. Вы помните, когда Моисей на сорок дней ушел. Его не было. С Моисеем с этим не знаем, что случилось. Так начал рассуждать народ. Они приступили к Арону. Сделай нам Бога. Ого! Который шел бы впереди нас. Сделай нам Бога. Кого сделал Моисей? Бычью голубь. Тельца поставил. Это тот же самый Молох. Телец. Это тот же самый Молох. Что видал, то и сделал. Что сделали люди? Когда Моисей с горы шел, что там происходило? Ликование. Народ в такое иступление пришел, в такую радость, неописуемую радость. Вы представляете, танцы, пляски, восторг, эффект удивительный. Страха нет перед бесами. Радость. Радость. Столько эмоций, столько чувств. Это экстазное такое чувство, что человек даже не дает себе отчета. Он испытывает эффект, внутренний эффект, испытывает радость. Он пляшет, торжествует, ликует. Вот таких чувств человек не испытывал раньше, как он начинает испытывать около этого страшного идола. Понимаете, не отвращение почему-то, не ужас овладевает от страшных проявлений, а у него удивительное чувство радости, чувство восторга, воодушевления, понимаете, он расслабляется. Это такая доза наркотика такая, что только держись, душевная. Вот эта радость человеческая, бесовская. А вот люди, когда входят в этот эффект, они рвут на себя одежду. Кстати, я хочу сказать, что часто вот эти ритуалы, вы даже можете это посмотреть по словарям, если вас интересует, поизучать эти вещи, они сопровождались очень часто сексуальными развращенными действиями. Это как правило. Вы знаете, что такое храм Афродиты? Вот апостол Павел упоминает об этих вещах, почему в Каринфе был такой развращенный народ, и почему у верующих в Каринфе вдруг проявления такие сексуальные у некоторых были в такой извращенной форме. Потому что в храм Афродиты, где как раз совершалось вот это идолопоклонство, которое содержало тысячу блудиц, их отличительной чертой было то, что они стриглись нагло. Все эти женщины были нагло отстрижены, их было далеко видно. Никто этого не стыдился совершенно. Вот сегодня мы иногда видим, у нас есть в России, у вас тут есть женщины нагло отстрижены идут, они этого не стыдятся, так было в Каринфе, они там не стыдились, они говорили, что мы служители этого храма Афродиты, вот там совершались всякие сексуальные возвращенные формы действия, и все желающие вот этих сексуальных удовлетворений, физических, вот таких извращенных, они могли в этот храм приходить и запросто это все делалось, вообще это ужасное дело, и вот этот разврат он распространен был по всему городу, это все было официально, все это происходило в определенных ритуалах, когда кстати эти ритуалы совершались, под музыку и все, человек приходил в такое состояние, он не мог от этого освободиться, он жаждал, это знаете, грех называется сладострастие, сильное желание плотских чувственных удовлетворений, это грех сладострастие, человек его может испытывать внутри, он испытывает его в мозгу, вот это страстное желание, вот, и как правило это все вот в извращенных формах, но писание нового завета говорит, что Бог предал их превратному мушку, по ней это делали, Бог их готовит на суд, это сосуды гнева Божьего и все прочее, вот это начиналось с идолопоклонства, вот с этих ритуалов, друзья, это было настолько привлекательно и люди не могли освободиться, я вам скажу почему, вот, вообще, вы знаете, друзья, мне иногда трудно даже объяснить и трудно до конца понять, насколько человек был привязан к идолам и даже в самых таких благословенных семьях вдруг раз в одном месте или в другом проявлялась вот эта тяга непонятная, вы в себе это будете ощутять, когда я вам скажу, какое страшное время мы сегодня живем и как идолы сегодня влияют на нас, вот смотрите, Яков прожил определенное время в доме Лавана, у него уже хорошая семья, вот, у него Рахиль Илия, и пришло время, Яков уходит от Лавана, Рахиль, красавица, Яков как ее увидел, он сразу ее полюбил, это моя, Писание говорит, какая она была красивая, что она прихватила из дома Лавана, и идолов, зачем они тебе, благополучная женщина, у тебя муж-патриарх, зачем они тебе, идолов прихватила, а Лаван дрожил этими идолами, ого, когда он догнал Якова, говорит, вы и идолов моих прихватили, у меня есть в руке сила сделать вам зло, я говорю, у кого найдешь, смерть, пошел он искать идолов, пошел, ох, как нужны, ох, как нужны идолки, всех обыскал, что сделал Арахиль, села на них, ну, папочка, извини, но он не папочка, дядюшка, извини, не могу встать, необыкновенная, хитрит, но идолов надо сохранить, а еще, кто его знает, может, и смерть действительно спрятала, Яков начинает Лавана укорять, вот здесь предродственниками, вот ты исследовал это дело, не нашел, Арахиль припрятала, я связываю его преждевременную смерть, между прочим, с этим, может быть, я ошибаюсь, идолы, потом пройдет время, и Якова постигнет беда с Диной, он будет уже направляться в землю месопотомскую, его беда сильная постигнет, вот мы знаем эту историю всю, Дина обещещена, вот, Емор был убит, с кем она уже связала свою судьбу, город был разорен, Яков идет в свою землю, и вдруг его как будто что-то остановило, он позазвал весь народ свой и говорит, идола доставайте, идолов, и понес народ, а их все, 72 человека, вот, Яков, их там мало совсем, так образно говоря, 72, 72 это в Египет придут, может быть, и меньше, идолов давайте ваших, и понесли со своих сундучков, со своих сумочков идолов, Яков их закапывает там в землю, откуда, откуда, как, я, знаете, удивлялся, насколько у человека привязанность к идолам, откуда это, куда тянется, вот, эта цепочка, откуда она идет и куда она ведет, что это такое, Друзья, вот это страшное, вот, вот, сатанитское влияние, значит, оно издавна губило людей, потому что я хочу вам сказать, что за всеми идолами, какие бы они ни были, стоят бесы, стоят бесы, знаете, почему я это делаю, ну, тот текст я уже прочитал, вот, когда-то в Божьем плане начало уже осуществляться то, что он имел в виду, когда в сердце своем вынашивал этот прекрасный план сотворения себе подобных, это нас с вами, мы с вами должны иметь подобие Божие, и когда этот план начал уже осуществляться, потому что сотворена была вселенная, сотворен был рай, но не было человека, и там был поставлен херувим, стражником и охраной этого рая, он был поставлен прежде сотворения человека, это ангел осеняющий, он ходил среди огнистых камней, его одежды были украшены изумрудом, топазом, всевозможными драгоценными камнями, и Писание говорил, ты был совершен со дня сотворения своего, ты обитал на святой горе Божией, ты среди огнистых камней находился, о ком идет речь? Это сейчас идет речь о нашем противнике дьяволе, который был поставлен помазанным херувимом в Едемском саду, еще до сотворения человека, охранять его, оберегать его, и человека вот, хранить и тому подобное, он был там поставлен, и когда Бог сказал сотворим человека по образу своему и по подобию своему, это же была тайна, о которой было умолчано написано от начала творения, было умолчано, это была тайна, сотворение человека по образу, по подобию Божию, вот там эта тайна начала открываться, и знаете, что сказал в сердце своем тот, который был поставлен охранять, тот, который ходил среди огнестых камней, который был в Едемском саду, он сказал, я буду подобен ему, я буду подобен ему, вот оттуда началась вражда, это он сказал в сердце, так и написано, он говорил в сердце своем, зайду на облачные высоты, сяду в сонме богов, что здесь имеет ввиду Писание, в каких, в каком сонме богов он сядет, богами Писание называет людей, не сказано ли вы боги, это Христос потом скажет фарисеям, которые будут его укорять, как ты можешь быть сыном Божиим, а он говорит, а в законе, как считаете, что написано, не сказано ли, что вы боги, сяду в сонме богов среди людей, и они мне будут поклоняться, вот что имел ввиду сатана, они будут поклоняться мне, вот эти люди, которых сотворил Бог, и вот это началось, обольщение человека, восстание ангелов, это все было в Едемском саду, Кен Хоун, между прочим, очень интересно тоже так расписывает все это, я лично придерживаюсь такой точки зрения, восстание произошло на земле, восстание произошло в Едемском саду, вот, и восстание началось с обольщения человека, восстание этих ангелов, это не так давно произошло, в истории вообще, мировой истории это произошло около 6 тысяч лет назад, вот это было восстание этих ангелов, сатана захотел, чтобы поклонение ему как Богу было, он все делает, чтобы ему кланились, он даже скажет это Христу, я тебе все отдам, вот смотри, видишь, вся вселенная, это очень могущественный был дух, это мое все, мое, мне это отдано, ты мне поклонишься, я тебе отдам, за один поклон, все отдам, вот, что хочет сатана, и он все делает, чтобы ему поклонялись, чтобы ему служили, писание говорит нам Господу, Богу твоему поклоняйся, и ему одному служить, я вам скажу, от чего сегодня немощное христианство, почему мы такие сегодня хромлющие, почему у нас такое слабое отношение к Богу, и Бог нас терпит и любит, может быть, потому что он знает, что мы этого не понимаем до конца, может быть, как он терпел Иакова, как он терпел Израиля, которые на регулярной основе обращались вот к этим идолам, посмотрите, до чего Ахаб добил народ Божий, как они все поклонялись, а если вспомним еще других царей, как они через своих детей переводили через огонь, то есть бросали в жертву этому Молоху, а знаете, что говорил Писание, вот я вам цитирую один стих, кто принесет в жертву Молоху, да будет предан смерти, найдите мне хоть одного казненного человека за то, что он принес в жертву Молоху, Соломон поставил этого идола Молоха, проводили через огонь детей своих, его жены, бросали туда деток и никого не казнили, смертная казнь была за это в Израиле. У них это идолопоклонство, знаете, где было? Оно было у них, вот как пророк Иезеки пишет, я вам сейчас один текст только прочитаю, 14 глава книга пророка Иезеки, «Сын человеческий, все люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим, могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Вот я вам говорил, они поклонялись идолам, в то же время шли в храм, Бог говорит, могу ли я дать ответ? Господу, Богу твоему поклоняйся, так было и в Ветхом завете, так в Новом завете, а идол в сердце он не дает, а почему идол так притягателен, почему, какая-то деревяшка, молодежь дорогая, я вам скажу, потому что идол влияет на чувство, идол влияет на чувство, это не просто так, что человек поклонился и он ничего не ощутил, нет, ощутит, когда человек входит в общение с бесами, он вдруг начинает получать удивительную радость, мне один человек говорит, верующий христианин, я его знаю с юности, он у пейсятников, я не буду говорить один метод, чтобы кто-нибудь случайно вдруг его не попробовал, он говорит, Геннадий, ты пробовал поклониться Богу по одному принципу, ты произносишь одни и те же слова, кстати, молитвенные слова, и поклоняешься под ритм, на 50-й поклон, Геннадий, ты уходишь в облака, он мне говорит, попробуй, таких чувств ты никогда не испытаешь, я даже удивляюсь, друзья, как бесы могут влиять и как человек уходит, понимаете, душой своей, он как будто с тела выходит, легкость, вы знаете, почему люди так к наркотикам привязаны, я помню еще, в юности мы это только слышали, но уже кто-то из наших пробовал, пробовал с наших школьников, сейчас это сильно распространено, и знаете, говорят, а ты попробуй, вот тут не так давно у вас в Америке один пастор, одного молодого человека, ну верующего человека, из верующей семьи, за наркотики увещевает, ты погибнешь, он так посмотрел на пастора, говорит, а вы попробуйте, как хорошо, пастор, а вы попробуйте, как хорошо, действительно хорошо, и действительно хорошо, а стаканчик заложил вот сюда, как хорошо, как хорошо, и море по колено, как у нас на России говорят, и море по колено, стаканчик всего принял, 40 градусов всего лишь, и как хорошо, а это что такое, а это общение с бесами, когда начинается расслабляться душа, начинается вот этот эффект, человек входит в присутствие бесов, и он начинает служить бесам, а вот эти все побрякушки, люди же понимают, деревяха какая-то, а, кажется, эффект происходит, эта деревяха, эффект, чувства, да еще какие, вот посмотрите, шаманство, ритмическая музыка, вы посмотрите на сегодня современных игроков, Голливуд, что происходит с людьми, они как будто безумными становятся, орут, кричат волосы, дерут на себе, рвут одежды, сексуальные всевозможные, у них оргии происходят, во время всех этих танцев, и тому, что с людьми происходит, они прыгают выше головы, эффект, от чего бесы влияют, это, это вот такая настоящая безовщина, и вот дьявол, как повлиять на христиан, так вот, я хочу сказать, сегодня страшная бесовщина происходит, и мы сегодня с вами очень увлекаемся долопоклонством, я вам скажу, чем, вот сегодня прозвучала такая мысль, присылайте, ну, я так понял, смс-ки, да, с вопросами, может быть, и неплохо, у вас у всех в карманчиках сейчас вот этот страшный идол, да-да, от которого сегодня не освободиться, и даже на сажараньях мы смс-очки будем присылать, и мы даже до конца не понимаем, что это такое, выбросьте его, вы его не выбросьте, никогда, ну, хорошо, если это обходится, только хорошую, добрую смс-очку прислали, скажите, пожалуйста, вот, как правильно жениться, мы такие вопросы получаем, да, или как правильно служить Богу, неплохо, если бы так было, а если я задам вопрос, нет, рук не поднимайте, не поднимайте руки, поднимите руки, я задам вопрос, но вы руки не поднимаете, поднимите руки, кто вчера смотрел какой-нибудь фильм, любовный, любовный, никто не смотрел, слава Богу, но вы не поднимаете рук специально, я так говорю, не поднимайте, а вы свою совесть проверяете, но вчера может быть, а позавчера, а год назад, скажите, когда вы смотрите фильм, что вы испытываете, боевик, что вы испытываете, любовный роман, я беседую с одним человеком, он кандидат на служителя, нет, его просто избрали, его выдвинули, и он пришел ко мне, Геннадий Сергеевич, а он не ожидал, не ожидал, а он женатый, он не ожидал, а мы же беседуем, мы же беседуем, а мы спрашиваем, и такие вопросы создаем, а я не спрашиваю, он мне сам говорит, Геннадий Сергеевич, у меня проблемка одна, у человека много детей, у меня проблемка одна, я говорю, рассказывай, какая проблема, вы знаете, я фильмы смотрю, я говорю, вот как, а какие ты любишь, любовные, любовные, про любовь, любежда, ну вот, и мнется, любовные, девять человек детей, церковь не знает, его выдвигают на кандидата, я говорю, а любовные какие? Ну, я таким наивненьким, знаете, немножко прикинулся, ну, как целуются, наверное, ну да, так нравится, как люди вот друг друга любят, а эротику тоже смотришь? Ну да, тоже смотришь, ну и как себя чувствуешь, Геннадий Сергеевич, не отвязаться, мне не отвязаться, такая страсть, а это что? А если я вас спрошу, а кто смотрел хоть один раз порнографию, эротику, неженатые, и женатые, как раз смотрят, а это что? А что вы испытываете? Чувство. Что это такое? Оно такое захватывающее, оно такое эмоциональное, вот, оно такое привлекательное, и человека так и тянет, так и тянет, и не отвязаться. Что это такое? Входит человек в общение с кем-то, и на него начинает влиять. Кто влияет? Кто стоит за всем этим? Сегодня самый страшный идол во всем мире. Такого не было идол-поклонства, это кинематограф. Это страшный идол. Он начинается здесь, в Америке, это голливудцы у него однишние, современный Голливуд. И я иногда смотрю, как он влияет на нашу молодежь, я вижу это по прическам, что там скажут, как заложат, какой проборчик там оттешут, как его выбрят. Так смотришь, появились наши братики, то с лысыми головами, то с выбритыми проборами, то с непонятными челками, такие же сестрички. Это кто формирует людей сегодня? Ну ладно, мир в церкви. Кто это делает? Голливуд. Что это такое? Самые развращенные люди. Самые развращенные. С кем они имеют общение? С бесами. Это все бесовщина, это ужасное дело. Все эти концерты, все это все проще. И это сегодня распространяется по всему миру. Я слушаю официальную, официальную статистику у нас в России, официальную статистику. Люди бьют тревогу. Какие сегодня заказы по интернет-магазину? Какие сегодня самые популярные и востребованные фильмы? Знаете, какие? Сексуальные. Самые эротические фильмы. Это самые востребованные во всем мире. Больше всего просмотров в этой области. Всевозможные извращения. Вот откуда рушатся семьи. А люди что, ничего не испытывают? Ого, как испытывают. Что они испытывают? Наслаждение. Сладострастье. Вот это испытывали во время идолопоклонства вот там в Египте и вот там в Вавилоне. И вот там накормили, когда эти били себя ножами и копьями, вот они испытывали вот это чувство общения с бесами. Вот это душевное влияние на душу человека и разобщение с Богом. Давайте мы откроем откровение Иоанна Богослова и прочитаем о сегодняшнем времени. Я читаю 18 главу Откровения Иоанна Богослова. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую земля, светилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякую нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Вот это сегодня идет опьянение всех народов блудодеянием. Это делает Голливуд. Это вот у вас смартфончик в кармане, вот это производит. И если вы его открыли и полезли туда, вы в общение с бесами вступили как в контакт. Любой просмотр фильмов, любой, за этим стоят бесы, имейте в виду. Все, что вот там происходит, любовный ли этот фильм, боевик ли, вот сегодня вот эти ужастики страшные показывают, уродов этих всех, бесов сегодня показывают, сегодня вот эти звездные войны и тому подобное, сериалы громадные. Это настоящее влияние демонов. Самое сегодня распространенное и отвратительное действие. Вот эта потрава идет по всему миру. Это и в России, и в Америке, и везде, на всех континентах сегодня идет. Это страшно, дало полководство. Я говорю, такого еще не было никогда, и за это Бога будут судить. Я еще удивляюсь, как он терпит сегодня еще. Всех этих развратителей я просто еще удивляюсь. Мне очень жаль, молодежь, что туда лезут и наши люди. И туда лезут. Я так уверен, знаете, почему? Потому что я множество исповеданий выслушал. Множество. И у вас в Америке, и у нас в России. Как люди осквернили свою совесть фильмами. вот этой сексуальной такой вот, знаете, страшной пропаганде, которая сегодня есть. Сегодня пропагандируется это насилие, это сексуальная распущенность абсолютная. однополые браки. Это все сегодня насаждается и пропагандируется. У нас еще в России чему-то пытаются этому делу противодействовать. Во всем мире вся Европа заражена этим. Америка это проталкивается. Это все делают бесы. И они суд Божий вызывают на себя. И люди повинны в этом. Молодежь, дорогая, я вас просто умоляю Господом и именем Господа нашего Иисуса Христа сберегите свои души. Сберегите свои души. У вас страшное искушение вот здесь в кармане. Страшное искушение. Освободиться от него очень тяжело. Вот так Израиль я теперь понимаю почему Израиль не мог освободиться. Почему так его тянуло на регулярной основе поклоняться. Они испытывали чувства. Спросите людей которые входят в этот экстаз. Что они испытывают? Когда они пляшут под бубны. Когда по сумасшедшему музыку они рвут на себе одежду. Орут диким голосом. Непонятные жесты делают. Когда собираются тысячи, десятки, сотни тысяч людей на стадионы. Вы посмотрите с этой стороны как они беснуются. Они что ничего не испытывают? Испытывают. Они находятся под влиянием чего-то. Это же не просто так. Это влияние бесов. Вот это идолопоклонство. Они входят, они бесам поклоняются. Дьяволу нравится это. Они служат мне. Они служат мне. Я буду среди этих богов сидеть. Они будут мне все поклоняться. И он все это делает. Конечно, этому безобразию скоро придет конец. Молодежь, дорогая, мы с вами призваны к поклонению Богу. Истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе истины. Это начинается в моем сердце. Отвергните идолов. Писание говорит. Иак говорит. Бросьте своих богов. Бросьте. Я вам приведу пример. Еще один. Вот смотрите. Первая книга царства. Просто насколько это сильно порабощало народ свой. И как народ более страдал из-за этого. И как он выходил из той ситуации, в которой он оказывался. Молодежь, дорогая, вы не выйдете. Если вы от идолов не откажетесь. Не выйдете. У вас не будет общения с Богом нормального. Может быть, по молитвам святых, Бог по милости своей будет еще благоволить к вам. Но он вообще с вами не будет иметь. Могу ли я отвечать им, говорит Господь, если у них в сердце идолы. В сердце. Привязанность. Могу ли я отвечать? Конечно, нет. Хотя это народ мой. Первая книга царства. Это слова Самуила. С того дня, как остался ковчег Киреев о Риме, прошло много времени, лет двадцать, и обратился весь дом Израилю к Господу. Самуил двадцать лет работал, чтобы народ в чувство привести. Двадцать лет. Адана до Версавии ходил, Адана до Версавии ходил, чтобы проповедовать им. Это после Илии. Вот его как раз сыновья уклонились в это страшное отступление. И сказал Самуил всему дому Израилю, вы говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов, иноземных, астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сына Израиля, и ваалов, и астарт. Ну, ваалов такой же почти бог, как и молох. Они однотипные боги, приблизительно одинаковые ритуалы совершались этим богам. Это авал. Вот сейчас, знаете, вот изображение полумесяц. Это вообще изображение рогов быка. Это полумесяц, это рог быка, это бычья голова. Это знак мусульманства есть. Вот, это ваал. Вот. Но они всем сердцем обратились к Богу. А Самуил говорит, если вы всем сердцем обращились, идолов бросьте. А у них все равно еще идолы. Потому что нравится. Нравится. Я к одной бабушке прихожу, она христианка, она у телевизора. Я говорю, вам уже за 80 лет, вы же умрете у телевизора, что будет? Сериалы интересные. Катастрофа. Сериал интересный. Бабушке под 80 лет. Вот как привязывается сердце. Вот он, идолок. И никак не оторвать. И Библию уже неинтересно. Скучно читать. Потому что идол в сердце. Ох, как хочется. Ох, как чувства какие. А дьявол знает нашу чувствительность. Знаешь нашу чувственность. Он нам подбрасывает этих идолков. И человек получает наслаждение. Киноматограф приносит наслаждение действительно. Эмоциональное, психологическое наслаждение. Физическое. Человек даже оргии всевозможные может испытывать от киноматографа. Абсолютно. Сегодня знаете, что сколько людей, которым уже жена не нужна. Киноматограф все тебе сделает. Он все будет испытывать. Вплоть до всяких сексуальных ощущений. Это все делает киноматограф. Смотри, наслаждайся. Виртуальная, пожалуйста, связь тебе. Со всеми бесами пообщаешься. И испытываешь такое наслаждение, что тебе и жена не нужна. И жене муж не нужен. Вот что сегодня делается, друзья. Это не просто так у вас в карманчике лежит хороший телефон. Я не против, чтобы он лежал. Но использовать его как телефон. Как телефон. А даже вот такие смски во время собрания, они нас расслабляют. Они нас могут подтолкнуть. Оно неплохо, казалось бы. Но если где есть какая опасность, мы предупреждаем. Мы опыт имеем, поверьте. Опыт имеем. Почему я детям своим говорю? Они еще этого не понимают. Я внукам своим говорю, берегитесь. Берегитесь. Вас ждет большая опасность. А мы опыт уже имеем. Мы знаем, к чему это может привести. Мы знаем, как гибнут люди. И мы знаем, в какую сеть попадают люди и не могут освободиться. Я еще на России, а мне уже звонит. Геннадий Сергеевич, обязательно приедьте. Обязательно. Ко мне загляните, потому что я нахожусь под властью бесов. А когда уже это, знаете, обнаруживается открыто, уже человек уже справится, а все же начиналось помаленечку, уже помогите. А тут надо уже и поститься, и молиться, и сгнанием заниматься. А с чего начиналось? С маленького. А мы предупреждаем, берегите себя. Попасть под власть дьявола освободиться очень нелегко. А Бог не отвечает. А почему? Так вы вступили в контакт. И знаете, как Господь иногда наказывал народ свой? Оставлял их служить этим богам. Служите. Это было наказанием. И он их не слышал, не освобождал и не помогал. Хотели? Служите. И они служили. Годами не могли освободиться. Потом Бог милость оказывал. И некоторым верующим, как тяжело освободиться. Хотел? Служи. И Бог оставляет. Может быть, он когда-нибудь милость окажет, но человек узнает, что значит служить этим богам. Он узнает. Он испытает на себя, когда все будет потеряно, истрепано будет. И Бог это попустит. И мы таких случаев очень много знаем. У нас опыт большой. Почему? Я говорю, сберегите ваши души. Если кто-то из вас хоть немножко где-то просматривал фильмы, имейте в виду, вы входили в контакт с бесами. Я вам очень уверенно это говорю. И они на вас влияние оказывали и будут оказывать. В этом надо покаяться, исповедоваться перед Богом и освободиться, и запретить себе строжающее, никогда не открывая свой смартфон, входя в интернет, чтобы какую-то гадость просмотреть. Это общение с бесами. Молодежь, я вас просто предупреждаю. И умоляю вас именем Господа этого не делать. Служить Богу, значит, надо служить. Поклоняться только Ему, одному. Вот это мое наставление для вас. Аминь. Помолимся. Господи Божий наш, Отец нас, сущий на небесах, да светится имя Твое в нашей жизни, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе, и самое главное, в наших сердцах. Господи, так хочется помолиться Тебе за молодежь нашу, чтобы они сохранили свою юность, сохранили свои сердца, сохранили свои души, свои мысли от того великого развращения, которое сегодня в таких глобальных масштабах обрушилось на землю. Господи, сегодня все силы ада, все беты сегодня, Господи, они знают, что уже приходит их конец. Они в великой злобе, Господи, стараются повлиять на церковь Твою, Господи, и народ Твой часто изнемогает. Многие не понимают, Господи, этого искушения, этого сложного, страшного времени, в котором мы живем, при нашем таком материальном благополучии, когда мы сыты и одеты, и все у нас есть, Господи, мы ездим на хороших машинах, Господи, лекарства всевозможные есть и тому подобное. Господи, Боже наше, какое духовное банкротство. Господи, Ты скоро придешь, сбереги наши души, сбереги нашу молодежь, помоги бодрствовать. Господи, если кто погряз в этих грехах или косвенно соприкоснулся к ним, Господи, подари покаяние и освободи от этих мерзостей, Господи, чтобы никто из детей Твоих не подвергся суду, не пострадал и не погиб, Господи, защити нас, сохрани. Я прошу Тебя, чтобы Ты разрушил все промыслы дьявола, разрушил все это безобразие, остановил безумие людей, Господи, в этих грехах, в которых они купаются и развращают целые народы, детей развращают, сами гибнуты других, развращают, Господи, доколе все это можно терпеть? Господи, как мы ждем судов Твоих, Господи, как мы ждем, когда Ты спустишься с неба, Господи, когда Ты накажешь всех нечестивых и когда заберешь нас, Господи, и всех святых Твоих земли. Мы ждем этого времени. Помоги бодрствовать и сохрани нас от всякого зла. Великий, всемогущий, славный Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. У нас сложная дилемма сейчас стоит. Что делать дальше? Я думаю, что некоторые вещи мы можем решить уже сразу, а некоторые у Вас прошу. Ну, во-первых, у нас еще Александр Иванович Орлов есть тоже гость, приехал с России. Его служение, оно больше связано с служением благовестия, и он является одним из ответственных братьев, которые трудятся в отделе благовестия братства. И я точно знаю, что ему есть что рассказывать, но мы сделаем вот что. На следующий понедельник, если Господь позволит, мы будем проводить у себя молодежное общение, и он туда уже приглашен, и он придет туда, расскажет нам кое-что из жизни, из служения, и поделится словом. Если кто-то будет желающий, братья и сестры, к нам приехать на молодежное, мы Вас приглашаем. То есть кто хочет, можете приехать, послушать, задать вопросы. И этому брату есть что рассказать. У меня с ним несколько лет, тоже по милости Божьей, было время, когда мы вместе совершали служение. И я скажу, что ему есть что рассказывать. Второй вопрос. У нас время уже мы заняли больше, чем мы хотели, и я понимаю, что всем Вам нужно завтра утром рано вставать, кому на учебу, кому на работу. И поэтому спрашиваю у Вас. Вы послали нам очень много вопросов, это очень хорошо, что Вы их задали. Значит, Вы интересуетесь определенными темами. И у меня такой вопрос. Мы можем сделать два варианта. Два. Первый. Это значит предоставить Инадию Сергеевичу сегодня ответить на эти вопросы. Второй момент. Оставить Ваши вопросы в целости и сохранности до нашего зимнего молодежного лагеря, и там их озвучить. То есть два варианта. Какой Вы выберете? Первый вариант. Вы выдержите? Окей, хорошо. Геннадий Сергеевич, тогда Вам сюда. А брат Сергей будет Вам просто говорить эти вопросы. Друзья, около 50 вопросов. Я не знаю, как Вы выдержите. Есть очень интересные, есть, конечно, такие. Так, знаете, прежде чем отвечать, я человек осторожный. Стал, во всяком случае. Не так давно, около двух лет назад, после Вашего лагеря. Вот, я приехал в Петербург, и мне звонит с одного города брата, Геннадий Сергеевич, мы к Вам сейчас человека пришлем. Вы ответьте, пожалуйста, ему на вопросы, которые он будет говорить. Мы это все, все мы это прокрутим. Я говорю, я уже в Калифорнии ответил, больше отвечать не буду. Нас с Николаем Степановичем пропустили по всему миру. Сколько только я не услышал критики и недовольствия. Кто еще, кто нас хвалил, кто ругал и тому подобное. Знаете, вопросы мы теперь не на все отвечаем. Почему? Потому что есть привычка пускать это по всему миру. Есть вопросы, знаете, сугубо, вот для Вас, например, для Вашего круга, для моих детей, и они не для широкого распространения, понимаете? Поэтому мы будем сейчас фильтровать, на все ли вопросы я буду отвечать. Потому что неизвестно, где потом это все окажется. вот имейте ввиду. Хорошо. Пожалуйста, вопрос следующий. В Библии есть текст, говорящий, что последние дни Бог пошлет пророков своих. Другие тексты говорят, что Бог уже сказал все, и больше пророков не нужно посылать. Я понял. Вопрос. Я отношу это только ко времени спасения Израиля, после восхищения церкви. Два пророка, которые будут говорить. Следующий вопрос. В каком случае стоит обличать брата или сестру, а в каких случаях нет? И продолжение вопроса. Еще раз. В каком случае стоит обличать брата или сестру, а в каком случае не стоит? Вопрос чисто индивидуальный. Поэтому мне на этот вопрос трудно ответить. Я дам абстрактный ответ. Иногда надо обличать, иногда не надо. Смотря от ситуации. Что лучше? Искренний и неправильный или правильный, но не искренний? Что лучше? Еще раз. Надо осмыслить. Что лучше? Искренний и неправильный, который ошибается, или правильный, но не искренний? И то, и другое не совсем хорошо. Вопросы мы частично ответ получили. Как практически поклоняться в духе истины? Это ли служить в церкви или что-то намного больше? Это намного больше. Поклоняться в духе, как я уже сказал, это как раз тема, которую я проводил в лагере молодежном. Это мое личное общение с Богом. Мое отношение к Богу, оно выражается в моем богопочитании. Если у меня есть... Сегодня была тема о страхе Божьем. Этот страх должен быть в моем сердце. Искреннее, богобоязненное богопочитание, богопочтение, большое уважение к Богу, оно должно быть в моем сердце. Если я чту Бога, в сердце чту, в моем духе чту, я не надену, что попало. Я не буду говорить, что хочу, и как хочу, и везде. Я свой язык буду обуздывать, я буду думать, прежде чем сказать. Я даже, знаете, как сегодня утром выезжаем, у меня немножко такой спортивный, типа спортивного костюма, и мы едем просто в город сегодня до молодежного общения, меня брат везет. Я говорю, я одену форму одежды. Геннадий, зачем? Я говорю, а вдруг меня кто увидит? Я же служитель Божий. Я должен всегда выглядеть правильно, я хожу перед Богом, я должен показывать пример. Мы все дети Божьи. Почему? Потому что я чту Бога. Я не хочу, чтобы мой Бог был обесчищен, обесславлен, чтобы я кому-то соблазн дал. Я люблю Бога. Это мое основное служение. Я служитель Совета Церкви. Это не самое главное мое служение. Не самое главное. Самое главное, знаете, какое служение? Это моя комната, где я запираюсь и поклоняюсь Богу. Вот это основное служение. И у вас оно должно быть. Если это не на месте, если я дома не общаюсь с Богом, если я там не поклоняюсь, а вот здесь у меня видное служение, я проповедую, пою, трактаторы сдаю, а дома у меня непонятно что. Это не служение. Служение начинается в доме, в моем, а сначала в моем сердце. И вот когда я там, никто меня не видит, я становлюсь на колени и исповедуюсь перед Богом. И все ему говорю, и там я низко поклоняюсь. Вот это служение, это основное. Вот это служение в духе. Это самое главное. Если этого дома нету, оно на собрании, знаете, это все видимое, так перед людьми показаться. Нет. Поэтому служение в духе начинается в сердце и дома лично с закрытыми дверями. Это самое главное служение. Потом все остальное. Кафедра, благовестие, служитель Совета Церкви, это все остальное. Вот что такое служение в духе. Следующее. Бог посылает видение людям сегодня или нет? Посылает. Могут люди и через видение обращаться к Богу. Такое может быть вполне. Следующий вопрос. Кому Бог сказал, не убей и так далее. Много заповедей различных. И кому это сказано? Если сам Бог дает повеление уничтожать. Вместо писаний приводится за ними. Вы знаете, я плохо слышу. Вы говорите так-так. Или мне лучше читать самому, или это самое. Но здесь по-английски больше вопросов. Тогда почетче, чтобы я понял вопрос. Кому сказано, не убей, если сам Бог дает повеление уничтожать Ветхий Завет. И как понимать второе параллель поминон, 18 глава. Я понял. А если второй вопрос? Ну это как бы продолжение из этой темы. Значит, и сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он... И один говорит так, другому говорит так. Я понял вопрос. Пожалуйста. Значит, слово не убей. В Ветхом Завете Бог проявлял себя как Бог-судья, Бог-закона. Он проявлял свою святость. Он проявлял себя как святой Бог, который наказывает за грех. Его отношение ко греху. И Бог наказывал людей иногда руками человека. Бог наказывал. Он имеет право творить суд над всем существующим во Вселенной. Он осудит ангелов, и он судит ангелов. Вот. И он судил людей, будет судить людей. Это Ветхий Завет. Бог явил себя грозным, могущественным, вот, при лицом которого трепещи вся земля. Иисус Христос явил благодать Божия. Открывается другая сторона любви, благодати Божия, его милосердия, его сострадательности. Это принес Иисус Христос. В Новом Завете Иисус Христос не принес закон. Он принес благодать не убить, а спасать. Я пришел не губить. Когда Яков, сыны Громовы, Иоанн и Яков хотели наказать людей, и справедливо, наверное, наказать, и хотели свести огонь с неба и попалить, как Илья сделан. И Бог нормально смотрел на это. И Бог благословал Илью. Это хотели сделать апостолы. Христос не для этого пришел. Нам не принес Он меч, чтобы мы убивали. Он принес нам благодать для спасения. Поэтому для нас сегодня мы даже не понимаем, как можно было убивать в Ветхом Завете. Мы даже не понимаем, как можно вообще поднять руку на жизнь. Давид запросто снимал голову. И он радовался, когда уничтожал нечестивцев. Радовался. И торжествовал, когда нечестивцев истреблял. С ранней зари, говорит, буду сокрушать челюстям и нечестивцам. А нам в отношении нечестивцам благословляйте ваших врагов. Нас бы Давид не понял. Он не понял, он не вкусил той благодати Божией. Я вкусил благодать, и мне Давида трудно понять, как можно было челюстью сокрушать. Как можно было под молотильные колеса людей тысячи пропустить и всем кости перемолотить. Вы знаете, что такое молотильные колеса? В Петербурге приглашаю, посмотрите молотильные колеса, как людей молотили этими колесами. Как ломали сначала вот так вот, когда колеса эти наступали, значит, через 2-3 сантиметра ломали кости. До тебя через колеса пропускали. Это вот как гусеница у танка, только вот такое расстояние небольшое. Этими гусеницами ломали сначала тут пальцы, через 2 сантиметра следующую часть ломали, потом через 2 сантиметра следующую, и вот так руки все ломали, и так ноги. Вот так вот казнили братьев наших в средневековье. Эти колеса можно посмотреть. Дави через такие колеса пропускал нечестивых. Мы вообще этого понять не можем. Как можно было? Но это закон. Бог строго спрашивал. Давид бы нас не понял. Как можно миловать? Как можно прощать? А мы это запросто делаем. Потому что мы вкусили благодать Господа. Вот. И мы призваны к этому. Поэтому у нас сегодня только одна заповедь не убей. Я вообще не понимаю, как можно убить. Как можно. Вся внутренность протестует. Почему? Потому что благодать вкусили. Поэтому мы сегодня никак не можем убивать. Спасибо. Следующий вопрос. Не думаете ли вы, что нам в американской молодежи не хватает проповедей, учитывающих или восполняющих требования или требы именно молодежи, выросшей в Америке? Может, это причина, почему мы теряем молодежь в другие церкви или не согласны? Хороших проповедей, хороших проповедников везде не хватает. Везде. И в Америке, и в России. Хорошие проповедники у нас сегодня редкость. И это было в дни Иисуса Христа и в дни апостолов. Поэтому Христос сказал, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Надо вымаливать у Господа, чтобы у нас были хорошие проповедники. Вы думаете, в американских церквах очень много хороших проповедников? Я уже беседовал с американцами. У них хороших проповедников тоже не так много. Если это хороший проповедник, его вся Америка знает. А во множество церквах такие же рядовые простенькие проповедники, как и у нас. И не везде очень хорошие проповедники есть. Поэтому надо молиться, чтобы у нас были хорошие проповедники. И имели дерзновение, откровение. Я вам скажу еще, самое главное тут не то, что умственная проповедь. Сила проповеди должна быть. Дух проповеди должен быть. Спержин покаялся от самой простой проповеди. Он слышал сильных проповедников, но покаялся от простой проповеди. Потому что Дух Святой действовал. Вот нам нужны такие проповедники, которые влияют на Дух. А это может делать только Дух Святой. Иногда через простенькую проповедь. Но я согласен, что у нас слабая проповедь. Слабая в наших церквах. Но я не уверен, что в Америке тоже везде все. Я наоборот только слышал, что и в Америке тоже проблема. Я с одним американцем разговаривал. Он был у нас в Петербурге. И он восхищался нашими проповедями. А я даже удивлялся. Он восхищался нашими проповедями. Американец. Я слышал даже лестные слова. Он тоже проповедник. И свой адрес. Они считают, что мы хорошие проповедники. Хорошо. Вот серия вопросов, которые касаются брачного вопроса. Вопрос Геннадий Сергеевич. Насколько сестра может быть старше брата в браке? Есть ли в братстве положительные примеры и большой разницы в возрасте? В каком возрасте лучше выходить замуж? Что делать, если предлагают в 17? Я прочитаю серию вопросов. Да. Какие новости братства по молодежному вопросу? Что делать, если родители не расположены к брату, который сделал предложение? Можно ли сестре после предложения выйти замуж, не отказав, а отложив вопрос на пару лет в связи с учебой? Можно ли, не советуясь с родителями, дать согласие выйти замуж? Сколько вопросов, и они непростые, и они нелегкие. Разница должна быть небольшая. Может невеста быть старше? Я допускаю, я таких сосчитываю. Может быть старше. Но считаю, что лучше, чтобы она была младше. Практика показывает, что это лучше. И вообще, сначала создан Адам. Ева была младше. Хоть на немножко, но младше. Это лучше. Это лучше для всех. И для невест тоже. Но бывают случаи старше. Иногда даже очень большой срок бывает. Но если большой срок, в разнице, даже бывает невеста старше на 5, на 7, на 8 лет. Я такие случаи знаю даже на 10 лет и на 14 лет. Я даже знаю случаи на 20 лет. Ну да, действительно. Кстати, этот брат это с нашего края. Ему было 20. Его Петр звали. Его жена до сих пор еще живала. Наташа. Это с нашей молодежи. Ну не с Петербурга. Ровно на 20 лет старше она была. Их сочетали. Он еще пресвитером был. Он через некоторое время вырыстил такую бороду до пояса. Я на них смотрел. Вроде по возрасту одинаково. Петр. Он лет 15 был пресвитером. Его уже нет. Он умер. Вот лег и умер. А жена еще живет. До сих пор у них двое детей. Вот ей 80 лет. Она еще живет. Ну вот такое бывает. Ну это единственный случай такой. Ну такие вещи бывают. Я это все не одабриваю. Но я знаю их довольно-таки хорошо. Много лет с ними общение имел. Встречался. Беседовал. Они между собой прожили хорошо. И жена еще до сих пор живет. Вот такие случаи бывают. Я сторонник и придерживаю, чтобы возраст был приблизительно одинаковый. Но лучше, чтобы невеста была помоложе. Какой возраст? 10 многовато лет. Ну вот желать. 2-3 года может быть разница. Но не страшно, если невеста постарше. Вот. Ну бывает и так. Помладше значительно. Ну тоже. Смотря если брату 30 лет, ей 20. Я бы поморщился страшно. Но сочетал бы, если бы сильно просили. Вот. И все согласны. Ну лучше так. Возраст, чтобы небольшой. Но у нас индивидуальный подход в этом вопросе. Если родители не согласны, это очень плохо. Вот. Как правило, мы не сочитываем. Добиваемся того, чтобы родители согласились. У меня такие случаи были. Знаю невест, которые ждали по 2-3 года. Родители не давали согласия. Бывали эти вещи заканчивались плохо. Ждали, ждали. И сказали папа, мы женимся все равно. И подают заявление в ЗАГС и женятся. И потом неприятности. И были случаи, даже некоторых наказывали. А потом прощали спустя время. Вот. Они все равно любят друг друга. И все. Поэтому здесь надо родителям быть осторожными. Ну и вот. Всем надо быть аккуратными. Но вообще плохо, когда родители не согласны. Есть разные причины. Иногда причины родителей виноваты. Вот не нравится родство и все. Не отдадим дочь того и с того родства. В одном случае мы даже сказали родителям, накажем вас в церкви. Запрещайте вступать в брак. Нет основания для запрета на этот брак. Нет основания. члены церкви любят друг друга. Почему препятствуете? Поднимем ваш вопрос на собрание и накажем вас. Не имеете права. И такое может быть, друзья. Вот. Ну тут уже какой пресс-фитер, какой подход будет в этой ситуации и так далее. Такие случаи есть. Не очень часто, но бывает. Но вообще, когда все по согласию, самое правильное. Люди уже уходят. Надо заканчивать. Ну решение было провести. Хорошо. Несколько буквально еще вопросов. Мы все понимаем, что сегодня большая проблема с технологиями и на сегодняшний день мы видим в церкви, замечаем, что многие люди комфортно пользуются телефонами во время молитвы. Это несет такой эффект демографии для старших, для молодых. Какие шаги предпринимаются и видят старшие братья для решения этой проблемы? Вот, друзья, мы тоже с этим боремся, но, похоже, у нас немножко получше, но тоже плохо получается у нас на России. Вот. Вообще, в отдельных регионах нашей страны, в России, но я имею в виду в нашем братстве, Казахстан – это не Россия, это свое государство, но оно все-таки к нам поближе. Вы ни в одной в церкви не увидите ни у кого телефона, чтобы он вошел в молитвенный дом с телефоном. Запрещено. На каждую, если ты в молитвенный дом идешь с телефоном. На совещаниях мы приняли решение никаких телефонов. В нашем государстве все правители об этом говорят, все знают, что такое телефон. Я сам слышал выступление нашего президента Путина, что такое телефон, как он прослушивается. Говорит, глупые люди не понимают, что все записывается, все прослушивается. Путин наш говорит. Говорит, всякую ерунду говорят и даже не понимают, что это все когда-нибудь им аукнется. Поэтому никто из правителей не берет с собой телефон, когда идет на совещание. Мы запросто берем телефон на собрание. Почему я говорю, вот эти смс-ки к чему они приводят? Это нас побуждает приносить телефон сюда в кармане. Хорошо, если человек духовный только какое-то окошечко на смс-ку послал. Но на что получается на собрании? Запросто наша не очень духовная молодежь во время молитвы смотрит непонятно что и переписывается. А начинается вот так, с простых вещей. Поэтому мы все эти вещи запрещаем, потому что с маленького потом уже идет такое поражение, которое не остановишь. Мы же приняли решение по планшетам не петь на собраниях, потому что это все к этому приводит. Потом начинается крайность. И человек привыкает, а потом ему начинает нравиться, потом он зависимость попадает от этого. Что такое игровые автоматы? Человек поиграл. Какая разница? Зашел и поиграл немножечко. А сколько у меня людей поисповедовалось, что они не могут освободиться от этого, от игровых автоматов. Проигрывают все деньги. Уже на всех кредитных картах нет денег, потому что все проиграл. Вот и все в казино. Это что в Америке, что в России. И мне брат один говорит, помогите, Геннадий Сергеевич, помогите. Все свои деньги, все, что только я зарабатываю, где возможно, это все в казино я отношу. И я не могу освободиться. Вы знаете, что это хуже наркотика? А вот начинается все с побрякушек. Посмотрел, поиграл, нравится, нравится. Сколько сегодня людей зависимы от телефонов, от компьютеров. Они сидят по ночам, смотрят всякие гадости. Что такое? Люди попали в зависимость, и мы не можем их освободить. Они под влиянием дьяволом находятся. А начинается с маленького, поэтому запреты есть. И мы говорим, не надо этого делать. Вы владеете телефоном, слава Богу. А рядом сосед не владеет, вы смс-очку посылаете, но он посмотрел на вас, а мне тоже можно. Он не будет смс-очку посылать, он будет смотреть фильм, потому что он слабый в вере. Но вы дали повод. И вы пострадаете, потому что Бог с вас просит. Поэтому у нас запреты есть, определенные. Они разумные очень запреты. Из опыта нашего. И мы говорим, не надо телефоны брать вообще на собрание. А если берете, отключайте их, а мы сами себя приучаем, а потом мы не знаем, как избавиться от беды. Так вы же всех детей ждете. Вы будете замужем, дорогие сестрички, вы братья. Что будет с вашими детьми? Это же все в духе передается. Абсолютно в духе. Потом это будет очень сложно. Понимаете, мы же в такую западню готовим наше будущее поколение. Мы сами должны себя держать в теле, владеть своим телом. Не допускать себя до греха. И здесь надо бодрствовать. Поэтому надо быть очень аккуратными. Я конфузы испытываю, читая вопросы с телефона. Как? Конфузы испытываю, читая вопросы с телефона. Друзья, у меня еще пару десятков точно вопросов, и мы имеем время позднее. Поэтому давайте ваше решение сейчас определить в дальнейший ход. Кому завтра вставать раньше с семи? Поднимите руку. Хорошо. Испытываю уважение к вам. Мы на этом, наверное, закончим. Поблагодарим Геннадия Сергеевича за участие. Слава Богу. Глада, молодежь. Благослови вас, Господь. Мне нравится, что вы радостные. Вот. И держите себя духовно бодрыми. Хорошо? Помолимся. Господи, Боже наш, я очень рад, что у молодежи много вопросов. И я верю, что они стремятся в небо, что они стремятся к чистоте, к святости. Может быть, плохо получается. Господи, много может искушений. Господи, кто-то не справляется. Помоги, Господи, защити, сохрани. Вот эти наши предостережения, Господи, уже от нашего опыта, Господи. И от того, что мы имеем помазание от Тебя, имеем откровение от Тебя, Господи, за что Тебя сердечно благодарю, мы предупреждаем еще не очень опытных людей, которые еще не до конца поняли, может быть, какая большая опасность окружает сегодня наших детей, нашу молодежь. Господи, сбереги души. Пошли всем благодать, Господи, чтобы все бодрствовали, у себя дома бодрствовали. Пользуясь телефонами, чтобы они могли бодрствовать, Господи, чтобы никто из них не пострадал, чтобы сатана никого не уловил в свои сети, чтобы нам не оплакивать кого-то. Благослови сейчас всех, кто будет выходить с молитвенного дома, пошли всем охрану, и милость своя добудет над нами. Наш Бог и Спаситель, благословенный во веки веков. Аминь. Друзья, одна заметка, кому нужна срочно беседа со служителем, пасторская комната, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...